Здравствуйте. Сегодня утром на круглом столе по поводу безопасности операторов связи обсуждались многие типовые проблемы в безопасности, но был уклон именно по установлению непосредственно на стиловое оборудование и на типичные проблемы в виде распределенных ННДОС-атак. При этом мы все забываем, что есть еще один аспект, который в принципе может играть довольно-таки большую роль. Это различные вспомогательные системы, которые мы используем для управления нашим оборудованием, которые помогают нам централизованно его мониторить, помогают нам справляться с большим разнообразием всего, что мы используем в сети. Особенностью этих систем является тот факт, что они в силу своей специфики имеют доступ на все наше сетевое оборудование. У некоторых это доступ по таким протоколам, как SMP, у некоторых это непосредственно требуется доступ к удаленной консоли. Соответственно, компрометация таких систем, она довольно критична и она позволит злоумышленным получить доступ к конфигурации оборудования, к информации о клиентах, к информации о сроках безопасности, что может быть очень критично для бизнеса. Соответственно, аналогично, если по каким-то причинам будет получен и несанкционированный доступ на изменения, то это может грозить в том числе и длительным простоем работы сети связи из-за уничтожения или несанкционированного изменения конфигурации. Одна из самых простых и типовых ошибок, которые я обнаружил у многих операторов связи, к примеру, вчера за час неспешного поиска я смог найти, учить доступ к сети примерно пяти операторов связи. Это и в России, и в других странах. Это на Looking Glass. Я думаю, что большинство операторов его используют, у большинства он выложен в публичную сеть для того, чтобы другие инженеры могли его использовать. Собственно, это является его целью. Естественно, большинство используют готовые типовые продукты для реализации на Looking Glass, и в большинстве из них есть или уязвимости, или очень странные настройки по умолчанию, которые позволяют делать вещи, о которых многие даже и не думают. К примеру, самый распространенный продукт, который так называется на Looking Glass, у него по умолчанию, что многие не изменяют, в корневом каталоге, где находится самый исполняемый скрипт вебовский, там же лежит его на файле конфигурация. На слайде приведен простой адрес, по которому на Looking Glass мы можем получить доступ к конфигурации самого софта. Как видно, обычный файл конфигурации содержит и логины, и пароли, и IP-адреса оборудования, что позволяет, по сути, получить очень простой доступ ко всему, что у вас есть в сети. Что, прошу прощения? Соответственно, получив у многих в Looking Glass прописаны некие приводные внутренние управляющие адреса, и кажется, что это может увеличить безопасность. Но нет, нужно понимать, что даже если будет всего один скомпрометированный марштизатор, а внешний его адрес узнать обычно не является проблемой, то с него злоумышленник сможет попасть во всю внутреннюю сеть по приводным адресам, получить доступ ко всему оборудованию. Этому же нам помогает тот факт, что обычно служебные учетные записи распространяются с помощью или ТАКС, или Радиус, или других систем централизованного управления учетными записями, и, соответственно, тот логин и пароль, который он увидел в Looking Glass, к примеру, из плюсов. Все об этом знают, у всех так, но из минусов то, что очень легко эту конфигурацию забыть, потерять или по каким-то причинам временно отключить, и после этого не вернуть обратно на одном из марштизаторов. Как я сказал ранее, даже если будет на одном из марштизаторов эта конфигурация забыта, то все усилия пойдут прахом. Второй метод, как этого избежать, это ограничение доступа с помощью механизмов ТАКС. ТАКС, как протокол, позволяет не только проверять логин и пароль пользователя, но и разграничить ему права, и также давать авторизацию пользователя по различным критериям. Один из них — это IP-адрес, с которого подключаются пользователи. Соответственно, для всех служебных учетных записей на ТАКС сервере, который вы используете, можно прописать конфигурацию, которая не позволит подключаться к служебным учетным записей с хостов не из доверенной сети, что не позволит провернуть все подобные виды атаки. Соответственно, если говорить о централизованном контроле учетных записей, то нужно ввести их учет, контроль. У многих операторов, я знаю, в этом плане абсолютнейший бардак, то бишь используется громадное количество служебных учеток, которые никто не может сказать их на полный список. В большинстве случаев они имеют неадекватно расширенные права. К примеру, у многих на Лукинглесс ходят под учетной записью, которая имеет права на enable и, соответственно, на изменение конфигурации оборудования. Аналогично, если удаляться от Лукинглесса и к другим проблемам, то и системы мониторинга очень часто утекают на сторону SNP-коммунити. Это может быть как приводные коммунити, которые оператор назначил сам, но не утекли из темы мониторинга, так и банально стандартные SNP-коммунити оборудования, классические private и public, которые торчат наружу в интернет без всякого контроля доступа. В принципе, это все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, слушаю. Пожалуйста, вопросы? Раз, два, три. Спасибо за это. Спасибо.